Девочка-пай 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 Отпустите щеночка, сами отдышитесь Я поняла концептуально, как вы с ней взаимодействуете Готова отвечать на вопросы Она вчера чуть не загрызла ребенок У нее очень хороший удар сзади, она прекрасно у вас натренирована Когда вы отпускаете без подка, вот она вас там сиганула, допустим Мы потеряли контроль, она наработала опыт Вы достать не можете, она сделала, что хотела Для того, чтобы собака не лаяла, ей нужно объяснить, что лаять не надо И несколько раз, как и любому, собственно, ребенку, это нужно повторить Можно сидеть, будет легче В колечко, да Сейчас, пускай зайдет Пока непривычно, она не понимает, что в кольце надо делать Поэтому чуть-чуть заведите Пусть она в кольце успокоится сначала Да, вот так, вот Вот так Вот Ну вот Немножко ознакомиться с новыми Какими-то правильными условиями Ей не помешает Пока вы говорите, сидеть, она смоет другую сторону, она не будет Сначала заведите за кусочек, потом позовите ее, чтобы она видела вас И после этого уже команда Лежать 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 Да, конечно, конечно Поменяйте, не отдышитесь пока Лежать Мальта Мальта Сидеть Молодец Лежать 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 Вот так Молодец Лежать 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 сидеть, да, молодец, лежать, видите, не надо на нее наваливаться, сидеть, стоять, вот собака все сделала сама, видите, никакого давления, ничего не надо на нее валиться сверху, она идеально будет работать на дистанции, на свободе, после этого управления вы бросите поводок, собака будет абсолютно так же делать, почему? потому что она привыкла, что барьер, хорошо, до конца, развернись, вот смотрите, вам нужно обойти барьер, да, иди сюда, Мальта, вот смотрите, вы раз, отвели ее, да, сюда привели, совершенно ее не трогаем, потом развернули, вот, все красиво, грациозно, никакого давления, ничего не надо, села, сидеть, да, молодец, видите, прекрасно, собака слушается, давайте ее отстегнем, сейчас она быстренько в себя придет, лабрадор достаточно быстро адаптируется, так, мужа вашего можно пригласить, давайте зайдем, теперь можно, ого, хороший удар у вас спину-то вы принимаете, так, только не упустите щенка, давайте, проходите, вещи можно оставить, ну или положите, заходите, так, пойдемте, давайте, так, сколько у вас щенок сейчас на сегодняшний день с вами вместе? 2 месяца, ага, значит, можете что-то показать, давайте вот здесь повыше, зовите, кусочек есть, чего лабрадора выбрали, веселую собаку? Уже была, а, был лабрадор у вас? Да, только у моей мамы, я как бы тоже участвовала в воспитании, да, понятно, до старости дожил? Да, до 14 лет, о, серьезно, хорошо, ну давайте. Мальта, маленькие дети в семье есть? Нет, нет, сидеть, сидеть, сидеть. Кто дрессирует собаку в основном? Ну, вместе пытаемся. Одновременно вместе нежелательно, одновременно вместе нежелательно, смотрите, или вы, или жена должна это делать, потому что если она начинает управлять собакой, а вы включаетесь в процесс, вы понижаете ее статус, то есть вы обозначаете, что не слушай ее, слушай меня. Это очень важный момент, ни в коем случае не надо. А когда она оставила, допустим, сказала, отпустила, тогда уже вы можете включаться в работу. Хорошо, так, сидеть, так, лежать. Собака ушла, а у вас команда сидеть. Старайтесь ее удержать на этой команде все-таки. Лежать, лежать, хорошо. Нет, 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 лежать. Смотрите, если вы сейчас управляете собакой, вы понижаете статус супруги, и тогда возьмите вы управлять, не вы тогда мне покажите, если вы не можете удержаться. Но нельзя, чтобы это делали два человека одновременно. А у вас были собаки? Какие? Лежать. Хорошие, маленькие. В смысле маленькие? Сидеть. Ну, порода была какая-то, или это дворняжки? Лежать. Не расслышала? Дворняжка, дворняжка. Лежать. Лежать. Нет. Лежать. Лежать. Так. Лежать. Лежать. Вот. Хорошо. Немножечко удержали, после этого можете сказать, сидеть или свободно, или гуляй. И тогда ее отпустить. Старайтесь, чтобы удержать ее на этом. Лабрадор очень сложно дрессируется на такой площадке. Сейчас, если не выдержит, придется поменять грунт. Потому что, видите, она здесь... Мальта. 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 Хорошо. Так, что-то еще умеете, кроме здесь стоять, лежать? Лапу даю. Лапу. А что вы улыбаетесь? Хорошо, прекрасно. Только лапы нужно две давать. Знаете, да? То одну, то вторую. Одну даю. Давайте две. Сидеть. Так. Сидеть. Сидеть. Дай лапу. Молодец. Хорошо. Другую. Другую. Нет. Постучите по плечу другой лапы. Другую. Лапу другой. Молодец. Теперь умеет. Поздравляю. Хорошо. Значит, симметричность обязательно в управлении должна быть. То одна, то другая. Хорошо? Это очень важно. Так. Ну что? Лабрадор у вас, потому что был предыдущий, вам нравится порода, вы уже с ней работали, да? Мы поехали смотреть кокер-спаниели, но... А, кокер-спаниели. Так, и чего? Мне такая контактная собака, как мы привыкли, и после этого мы сразу поехали покупать лабрадор. Хорошо. Ну и не пожалели, небось, да, ни разу? Хорошо. Ну давайте что-нибудь пройдем вместе. Посмотрю, как у вас взаимодействие на доверие, и потом мы же будем разговаривать по вопросам, да? Подзывайте собачку к себе. Мальта. Мальта, дай ко мне. Чтобы на поводочке пройти. Иди-ка. Так, давайте сейчас сразу про иди-ка мне. Значит, или иди сюда, или ко мне. Ко мне очень важная команда, и не надо ее путать с другими словами. Прямо ко мне, и чтобы она пришла. Или, а если у вас будничный пазов, то иди сюда тогда, ладно? Не путайте эти две команды, потому что это очень важно, чтобы команда ко мне была исключительно особенной, чтобы собака всегда на нее приходила. Ну давайте, зовите, ушла она от вас. Мальта, иди сюда. Иди сюда, вот, отлично, иди сюда, хорошо. Если была бы гарантия, что она придет, можно и ко мне. Подстегивайте ее. Давайте попробуем бум пройти. Правая рука на ошейнике, левая под живот. Бум учебный, безопасный, но вы не должны все равно упустить собаку. Поэтому правая на ошейнике, левая под живот. Все, начинайте подниматься. Вот, не спеша. Да, тихонько, тихонько. Хорошо, да. Вот в этом режиме. Да, молодцы, идем. Хорошо получается. В конце спустили. Да, молодец, хорошо. Дали вкусное. Вкусное дали. Похвалили собака, подвиг совершила ради вас. Да, да. Давай, доставай вкуснятину. Еще раз, пожалуйста, закрепим, так сказать, победу. Угу. Вперед, вперед, вперед. Молодец. Да, хорошо. Осторожно, осторожно. Да, ноги бережем, чтобы не зацепилось. Хорошо. Замечательно. Да, или вкусненькая. Ну, теперь горочку давайте освоим. Хорошо, собака интересующаяся, активная. Да, вам доверяет. Давайте на горочку. Тоже такое достаточно простое препятствие. Но все равно живот подержать, потому что мышцы еще вряд ли накачаны. Такой вес тягать вверх сложно, поэтому немножечко вперед. Под живот держим. Да, вот, чтобы ей понимание было. Да. Вот. И тихонько спускай, не бросайте ее здесь. Сама, сама, сама. Да, хорошо. Еще разок в том же режиме, только немножко вашей силы меньше, ее напряжение больше, пожалуйста. Майка, майка, вперед. Только не тащите под живот. Да. Вперед. Молодец. Вперед. Давай, вперед. Молодец. Хорошо. Так, вниз. Что, мы застряли? Вперед. Так. Хорошо. Вперед. Хорошо. Замечательно. Ну, а теперь систему бум-горка. Разочек пройдите, вы не похвалили ее здесь. Она прошла, вы ей вкусненько не дали. Она запомнит. Не всегда получает, соответственно, не надо напрягаться. Хорошо, давайте бум-горка. Проходим. Аккуратненько только не спешите, не страхуйте, щенка. Давайте. Вперед. Вот, не спеша, не спеша, тихонечко, в своем темпе. Да. Хорошо. Умнички. Да, отлично. Горка. Хорошо. Горка, пожалуйста. Отпустите щеночка, сами отдышитесь. Я поняла концептуально, как вы с ней взаимодействуете. Готова отвечать на вопросы. Она вчера чуть не загрызла ребенка. Да вы что? Не загрызла ребенка? Как? Она прям сцепилась. Я не смогла ее как бы отцепить. А как она с ребенком оказалась? У вас же нет детей. Нет, но мы там в парке гуляем. Так. И там есть собачки, у которых еще и ребенок. Вот. И дети обычно любят вот такие собак. И они к ней, конечно же, там кричат, бегут. Ну и все. Вам нельзя разрешать собаке в принципе трогать детей. Особенно посторонних. Она их не то, чтобы она чуть не загрызла. Просто она же с ними играет в первую очередь так, как она играла бы с родичами. И немножечко пока в силу возраста не соотносит силы. Поэтому если у вас вблизи есть какие-то дети, вы напрягаетесь, пристегиваете к ней поводочек. И не даете ей уходить. Чуть-чуть она к ним пошла, наступили на поводочек, подозвали к себе собаку. Нельзя, чтобы у нее был опыт игры с посторонними детьми. Это по ряду причин опасно. Но в том числе и потому, что разыграется. Она даже не так кусает, потому что пасть у нее очень мягкая. Как бьет. У нее очень хороший удар сзади. Она прекрасно у вас натренирована. И очень сильно бьет в спину. Ребенок упадет вниз, разобьет нос. Мама будет недовольна. Закономерно. Причем совершенно на законных основаниях. Лает она, потому что собака. Это естественное для нее состояние. Надо там что-то услышать на улице. Смотрите, вот этот один гаф, обозначающий, что с той стороны идет акита, совершенно ни о чем. Ничего страшного в этом нет. Она просто обозначила. Если это затяжной, тяжелый лай, тогда вы должны отзывать ее на себя. И встряхнуть нет, нельзя. Вот прям хорошо встряхнуть. Но сильно много сейчас отпускать без поводка ее нельзя. Потому что когда вы отпускаете без поводка, вот она у вас там сиганула, допустим, мы потеряли контроль. Она наработала опыт. Вы достать не можете, а она сделала, что хотела. Поэтому в первую очередь сейчас, в ближайшие два месяца, все-таки на поводке длинном ее пускать нужно. Потому что вы наступили, подозвали, откорректировали поведение. Всегда нужно, чтобы пока она маленькая, в таком состоянии, еще неразумном, нужно, чтобы у вас был контроль над ней. То есть поводочек. Поэтому, конечно, лобердор собака ни разу не опасна и позитивна. И в принципе вы ее можете опускать. Но всегда это сделайте на поводке, чтобы она не работала неправильный опыт. Вы отпустили, она убежала, что-то там сделала и, так сказать, нарушила ваше указание. А вы кричите сзади, ничего делать не можете. Поэтому всегда поводочек. Дома есть ограничения по стенам. Если вы живете не во дворце, то у вас фиксированная территория. Позажали ее в угол, взяли за шиворот, немножко трясанули. Фу, нельзя, плохо, тихо. Именно в этом режиме. Ей нужно просто понять правила. Она делает то, что считает нужным. В ее понимании она должна обозначить присутствие, так сказать, за дверью постороннего. И вам нужно объяснить, что вам не требуется это обозначение. И вы должны это поведение откорректировать. Подошли, немножко ряфнули на нее тихо. Если она не послушалась, можно взять ее за шиворот, немножко укусить. Почему именно за шиворот? Потому что ее мама-собака именно так корректирует ее поведение. Когда она была в помете и нарушала правила, конечно, нарушала, поскольку она была маленькая, она не знала, что нужно делать. Вот мама-собака так ее корректировала. Укусом вот за это место. Вот здесь взяли, немножко трясанули. Фу, нельзя, плохо. Ей понятно, у вас тишина в доме. Для того, чтобы собака не лаяла, ей нужно объяснить, что лаять не надо. И несколько раз, как и любому, собственно, ребенку, это нужно повторить. Тогда ей будет понятно. А если она лает, как бы, а вы ничего не предпринимаете и не повторяете это несколько раз, она будет продолжать. Потому что собаке лающий вполне, голос ей нравится свой. Она ее просто будет слушать. Вообще, с учетом того, что вот мы сейчас посмотрели, и она по делу и при собаке, она собака очень тихая. И откорректировать эту тишину будет крайне легко. То есть, это вообще беспроблемная собака. Очень хорошая по психике у вас. Хороший выбран щеночек. Еще она там бегун какой-то бегает, несмотря на поводки, она прям вообще на него накидывается. Как она до него дотягивает, если она на поводке? Смотрите. Значит, давайте по-другому. Вот вы приходите в магазин, и вам нравится микроволновка. Вы же не можете ее взять и вынести из магазина. Вы же должны взять, заплатить и потом вынести. То есть, за каждое полученное какое-то благо вы должны отдать что-то, заплатить. Вот у собак, если проводить аналогию заплатить, это выдрессировать. Для того, чтобы собаку выпускать, ее нужно сначала обучить, что она должна приходить, должна слушаться, какое-то запретительное действие, какое-то поведение поставить с ней. И только потом вы можете получать ее свободное владение на бесповодочном режиме. Сейчас ее отпускать без поводка нельзя, потому что она сразу видит какие-то интересные для себя вещи, а бегун безумно интересный предмет, потому что все люди скучно ходят, а этот бежит, подпрыгивает. Ясно, что он ее приглашает к игре. Вот она к нему и бежит, вот она на него и бросается, потому что он с ней играет в интересную игру, и она, так сказать, принимает условия. Для того, чтобы мы объяснить ей, что он не с ней бежит, а и с ней играет, нужно вы и ваша коррекция. Поводочком отдернули, взяли, наступили, опять же, если он болтается, наступили на поводочек, отдернули на себя, сделали несколько команд, переключили внимание. Она должна привыкнуть. Я прошу вас самовольно не проходить какие-то препятствия, только по моей команде. Теперь по поводу «дай вкусняшку». Значит, если вы дрессировали собаку, то вы должны ей дать вкусняшку, не ваша супруга. Она со мной разговаривала, она не участвовала в процессе. Иначе собака ничего не поймет, для чего вкусняшку дали ей. Кусняшка должна быть не просто так, потому что вы ее любите, да, за это вы ее кормите, ухаживаете, гуляете, а за то, что она что-то сделала. Вот вы прошли с ней бум, соответственно, вы должны ей дать вкусняшку. Если вы прошли бум, то, соответственно, вы даете вкусняшку. Так, вернемся, значит, к вопросу о бегунах. Значит, понятно, да, собака ложно считает, что бегун приглашает к игре и закономерно бежит с ним играть. И очень удивляется, что это он с ней не играет, а вы отзываете. Он приглашает, она побежала. Поэтому в данном случае коррекция поводком всегда уместна. И в ближайшие два месяца у вас будет чистая коррекция поводочком. Оттянули, переключили внимание, привыкаем ее спокойно относиться к фоновому режиму раздражителей. Сейчас будут детские велосипедики с пищалками, да, это очень сильно ее будет возбуждать. Потом пойдут скейтбордисты, роллеры, они все приглашают ее к играть. Представляете, она завалит вам весь парк роллеров, значит, своей тушкой большой, тяжелой. Ну, как бы вас будут бояться вообще все. Чтобы этого не произошло, чтобы вы не вызывали негативное отношение посторонних к своей собаке, нужно, чтобы она вела себя соответствующим образом. В ближайшие месяцы это поводок, коррекция поводком. Потом она уже поймет, что тех не трогаем, с собаками можно играть, и, соответственно, будет вести себя правильно. Но сначала нужно это оплатить поведение, то есть подрессировать, да, только после этого. А вы отпустили собаку, она же не знает, чего делать, чего нет. Вот она, соответственно, принимает решение. Не всегда, естественно, правильно в силу возраста, да? Понятно? Да, а играть с другими собаками, ей же надо куда-то ходить. Ну что вы, конечно, нужно, обязательно, играть с другими собаками лабрадору очень нужно. Значит, варианта два. Если у вас парк, сквер и нет вообще кинологической площадки, сетки такой, знаете, специальной, тогда вы играете на поводке на провисшем, ну, или просто бросаете, потому что она в пределах вашей зоны играет, чтобы только собаки были не очень далеко, убегали там, бигли там всякие. Ну, понимаете, да, собаки разбирайтесь же в породах, да? Знаете, если это овчарка, обычно она здесь будет играть. Если эта собака охотничает, скорее всего, она уведет вашу, поэтому лучше, конечно, тогда поводочек держать. Но в идеале, идеальный вариант, если есть сетка, может быть, где-то находится сетка, посмотрите в интернете, пробейте. Знаете, сейчас сообщества, районы всегда бывают, и там всегда написано, ну, кто где происходит. Вот кинологическая площадка ваш идеальный вариант. Вы там пришли, отстегнули, собака поиграла, потом пристегнули, и никакие дети. Если в сетку пришли люди, то они осознанно понимают, что собака может на них и прыгнуть, и уронить, и они относятся к этому нормально. Но если вы находитесь в парке, где, ну, я не знаю, там, какой-нибудь в белых брюках решил розы понюхать, и тут ваш лабрадор, значит, вытер об него ноги, закономерно ему неприятно. Поэтому, если отпускать вот так, я за, чтобы отпускать, и это правильно, но именно на кинологической площадке, где другие собаки можно поиграть. Найдите, наверняка, сейчас такие нормативы, в каждом районе обязательно есть кинологическая площадка, сеточка. Вам не нужны препятствия особенно, вам нужно, чтобы она была закрыта, чтобы собака не вылетела и не напугала детей, в этом смысле. Потому что, честно говоря, собака крупная. Андрей, не надо, пожалуйста. Ну, пожалуйста, это опасно. Так, мы сейчас по-другому просто сделаем. Пристегните, пожалуйста. Пристегните. Хорошо. Пойдемте на другую площадку. Отпускаем ее в сетки, там можно поиграть с собаками, но тоже не злоупотребляйте. 15 минут максимум, сколько можно играть, потому что иначе собака будет заигрываться, вам будет приходить хуже. Потому что, какие бы мы ни были спортивные и веселые, все равно мы не такие интересные, как собаки. Потому что с ними можно кусаться, бегать, догонялки. Все это, конечно, нам особенно недоступно. Поэтому с собачками до 15 минут, но тренинг этот очень полезный, потому что собака будет адаптироваться, социализироваться и все изучать. Вот. И на обратном пути тоже небольшой тренинг. Очень хорошо бы, если бы на прогулке вы делали 5-минутные остановочки, на вот эти базовые команды. Здесь стоит лежать, змейку, там лапу дай, ну вот это все, что вам нравится, то, чем вы можете заниматься. Вот в этом режиме. Поэтому я за отпускание, но на фиксированной территории. Очень желательно найти сеточку все-таки, с ней приходить туда. Там у вас друзья будут разные. Вы будете уже знать, кто опасный, кто зануда, кто здорово играет, и будете уже выбирать. Сейчас собака тема модная, собачек много, щенков много, поэтому я думаю, что проблем нет. Тем более, что лабрадоры собаки идеальны для игры, они просто потрясающе играют, и вас будут все-все очень любить. А что касается опасных собак, у нас есть щенок бультерьера, с которым мы играем, есть взрослый бультерьер, который дрессирует, я видела, там на хватании. И вот когда она ко второму подходит, это вообще члевато. И вот, ну, ей говорить фу и так. Ей, да, ей вообще разворачивайтесь и отойдите в сторонку подальше. Вдруг он тоже вами заинтересуется, и, так сказать, хозяин не контролирует это поведение. У взрослых бультерьеров, которые, так сказать, тренируются на травлю, вообще лучше вблизи не находиться. Потому что собака очень стремительная, резкая, и хозяин может что-нибудь не удержать, там упустить. Поэтому парк большой, наверное, сквер, идите в другое место и там поиграйте. С щенком, пожалуйста, особенно не травленным, они здорово играют бультерьеры. Вон у меня группа, сейчас вот вы видели, да, мини-бультерьер, вполне себе позитивный мальчишка. Вот. Ну, а специфических, да, на клумбу нежелательно. На специфических, так сказать, хозяев и собак лучше обходить стороной. Ну, таких достаточно много, поэтому, вот, поэтому не надо рисковать, потому что собака рыхлая, сейчас пока совершенно беззащитная в плане таких челюстей хороших. Вот, лучше ей не нарабатывать неправильный опыт, не рисковать. Я хотела спросить, я смотрела, вы на видео говорили, что щенка надо кормить больше трех раз. Да. Я ее перевела сейчас на четыре. На четыре. Ей достаточно или на... Нет, 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 четыре вполне достаточно, потому что, смотрите, у нее желудочек пока маленький, и большую порцию она просто не может съесть. То есть она захватывает, а переварить не может, сил не хватает, поэтому половина идет на фекалии. Поэтому чем меньше порция, тем лучше качественно она переваривает, но слишком малого тоже нельзя, потому что не будет ощущения сытости, она будет прям все время голодной-голодной такая. Поэтому лучше, чтобы было соотношение правильно. Этого количества достаточно. И через сколько она три раза? Три раза в полгода. Полгода, да. А на два раза в день? С восьми месяцев уже можете смотреть по обстоятельствам, как вам удобно, как собака реагирует. С восьми месяцев вполне можно на два. И еще мы очень хотим к вам на групповые занятия, на общий курс. Ну, вот в ближайшее время сейчас у меня нет группы свободных мест, все места забиты. Но через неделю у меня выпуск, поэтому можно напишите, я посмотрю. Если появится место, конечно, поработаем с вами. Ну что, поработаем сейчас или у вас вопрос еще есть? Подумайте. Может быть, у вас список какой-то есть или телефон? А, к туалету, как на улице приучить. К туалету. Не может, да. Ну, во-первых, до восьми месяцев это нормальное явление, что собака периодически лужи делает дома. Значит, для того, чтобы интенсивно приучить ее к выходу на улицу и там, нужно обязательно очень поощрять ее за это. Любая лужа на улице, да, молодец, лужа, хорошо, вот так вот ее хвалим. И обязательно кусочек, давайте ее на площадку, чтобы она на траве, а то она хочет рваться дальше. Любая лужа, маленький кусочек, вкусненький, да, молодец. Она должна понимать, лужа это удобно на улице, но еще очень выгодно. Увидит, что у нее есть кусочек и вкусняшка, вот она будет стараться дотерпеть. Вообще, лабрадоры собаки чистоплотные и достаточно быстро соображают, но, конечно, терпеть сложно. Поэтому, если есть такая возможность, конечно, технически, если будет пять прогулок в день, это ускорило бы процесс луж на улице. Потом можно сокращать, естественно, до трех, но именно, знаете, две прогулки хорошие, такие концептуальные, активные, длинные, а две, точнее три, просто чисто гигиена. Немножко она лужи сделала, можно уходить домой. То есть это не то, что там вот вы гуляете целый день пять раз, а именно по чуть-чуть. Сделала лужу, да, молодец, и можно уходить уже домой. Вот в этом режиме. Тогда она быстрее приучится к улице, потому что концептуально ходить на улице собакам намного удобнее, чем дома, потому что не брызгается, закапывается, утекает, и они как бы любят. Но какое-то время нужно приучать, поскольку был карантин, и собака привыкла, что она ходит дома. Ей нужно немножко перестроиться на новую схему, потому что собаки, животные консервативные, и менять правила не очень любят, поэтому какое-то время понадобится. Поэтому поощряем кусочком каждую лужу на улице и хвалим ее. Да, молодец, лужа, вот в этом режиме. Вот, и по телосложению она у нас не худая, не толстая. Нет, она у вас замечательная, не худая, не толстая. Поднимите, я ее еще раз потрогаю. Команда, стоять. 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 Ничего, 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 нормально, уже хорошо. Сейчас, уже. Как это активный же просто, вообще. Подожди, подожди. Да, очень хороший щенок, и даже небольшое обмускуление есть, вполне себе хорошо. Нет, вот так в этом же режиме оставляем, с объемами, с нагрузками, все хорошо. Нет, да? Ну, давайте немножко тогда поработаем. И нам на дачу ездить регулярно, для здоровья полезно. Да, для здоровья полезно, конечно, дача прекрасна. А мы ее просто отпускаем, она спокойно будет. Вот, вот как раз хорошо, что вы сказали. Смотрите, в лесу, где нет детей, там, где она может просто погулять, это классно. Ее там можно отпускать, ее тренировать подзыв. Это замечательно. В лесу очень хорошо прятаться за деревья. Она теряет, ищет вас, да, если сильно потеряла, конечно, позвать, так, не до посинения, конечно. Но вот минутку пусть поищет. Ценность ваша будет возрастать, она будет внимательно к вам смотреть, на вас. Это очень хорошо, когда есть дача, когда есть лес, когда можно выпустить. А вот парки, скверы, городские, там не надо, там нужно сначала откорректировать поведение. Поэтому, да, я согласна, дача это прекрасна. И чем больше она будет на свежем воздухе, тем более она будет здоровая и, так сказать, развитая. Так, хорошо. Ну, давайте начнем с вами с половичка. Команда сидеть. Мальта, сидеть. Сидеть. Не затягивайте карабинчик. Сидеть, сидеть. Да, хорошо. Карабинчик ослабьте. Значит, давайте с вами пройдем с лалом. Туннель, четыре прыжочка и вернемся на половичок. Вы идете изнутри системы, собака идет снаружи. Хорошо? Давайте попробуем, пожалуйста. Мальта, смотри. В лесу этих систем полно веточки, палочки, упавшие деревья. Все это годится. Мальта. Молодец, хорошо. Замечательно. Ну, давайте туннель попробуем. Это нора. Нет. Нет, вы ушли и ничего не сказали собаке. И вообще непонятно, что ей делать. Сидеть. 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 Ждать. 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 Иди сюда. Иди сюда. Молодец. Хорошо. Хорошо. Дальше. Барьерчики, пожалуйста. Вперед. Развернуть. Развернуть. Изнутри идете. Изнутри. Вы идете изнутри. Собака снаружи. Собака снаружи. Кто-нибудь где-нибудь. Прыгает у нас есть. Просто, значит, не сообразила. Поняла. Барьер. Сейчас сообразить. Барьер. 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 Ай, браво. Молодец. Хорошо. Хорошо. Дальше. Очень хорошо. Дальше. Следующий. Барьер. Барьер. Кусочек вкусненький. Да, давайте, давайте, давайте. Прекрасно. Замечательно. Следующий. Барьер. Барьер. Нет. Барьер. Нет. Барьер. 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 Хорошо. На половичок команда сидеть. Замечательно. Сидеть. Хорошо. Дышим. Сидеть. Заводите. Хорошо. Очень много тянете. На кусочек заводите. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Так. Еще раз, пожалуйста, ту же систему, в том же направлении. Плавичка команда сидеть, сосредоточить ее на себе, здесь сидеть. Мальта. И начинаем двигаться. Давайте. Пойдем. Хорошо. Вы внутри. Вы внутри идете. С этой стороны, пожалуйста. Давай. Обойди. Обойди. С валом. Хорошо. Прекрасно гнется собака. Обойди. Умничка. В конце обязательно кусочек дать. Умница. Да. Хорошо. Наступить ногой. Ничего страшного. Да. То, что вы не успеете, это факт. Никто не успевает. Но потом чуть-чуть, да, ее оттянули и взяли кусочек. Хорошо. Вот так. Так, туннель, пожалуйста. Сидеть. Сидеть. Ждать. Ждать. Сидеть. Сидеть. Так, зовите. Сидеть. Нет, не сидеть вперед. Нет, нет, нет. Слишком рано. Вот так. Так, все. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Идите. Ждать. Зовем. Иди-ка. Иди-ка. Молодец. Лучше иди сюда. Так, хорошо. Барьеры проходим. С внутренней стороны, пожалуйста. Хорошо. Вот, вот, вот. Не спеша. Мы не на скорость бежим. Смотрите, как быстро собака сориентировалась и привыкла. Хорошо. Учится на своем опыте. Очень толковая. Так. Барьер. Ничего, я подниму дальше. Молодец. Барьер. Ай, молодца. Хорошо. На полвичок. Да, хорошо. Сидеть. Сидеть. Да, замечательно. Дышим. Дышим. Сидеть. Мальта. Сидеть. На полвичке сидеть. Сидеть. Так, вы в центр. Собака делает три прыжочка по периметру, пожалуйста. Занимайте позицию. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Давайте. Нет. Очень хорошо. Молодцы. Молодцы. Так. Дальше. Молодец. Барьер. Осторожно. Барьер. Да. Хорошо. На полвичок. Молодцы. Давайте по прямой. Мы ходили по периметру, а сейчас по прямой. Команда сидеть, команда лежать, барьер, обход конуса, барьер, лежать, сидеть. Хорошо? Пожалуйста. Лежать. 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 Мальта. Можно сидеть, будет легче. Сидеть. В колечко, да. Мальта. Сидеть. Сидеть. Сейчас, пусть кольца зайдет. Пока непривычно, она не понимает, что в кольце надо делать. Поэтому чуть-чуть заведите. Пусть она в кольце успокоится сначала. Да, вот так, вот. Вот так. Вот. Молодец. Ну вот, и немножко ознакомиться с новыми какими-то правильными условиями, ей не помешает. Сидеть. 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 Так. Лежать. Ближе, ближе к колечке. Ну ладно, допускайте так. Лежать. Лежать. Сидеть. Мальта. Сидеть. Сидеть. Пока вы говорите, сидеть, она смоет другую сторону, она не будет. Сначала заведите за кусочек, потом позовите ее, чтобы она видела вас. И после этого уже команда. Если она смоет другую сторону и тянет, она команду вашу не будет выполнять, и вы ее, так сказать, в молоко выстреливаете. Сидеть. Лежать. Вот. Лежать. Лежать. Я уже устала. Что такое, с какой можно заниматься? Так. Сидеть. Кольцо страшное такое вообще. Сейчас как схватит меня за ногу, и все. Сидеть. А у меня всего четыре лапы. Сидеть. Лежать. 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 Да боится она. Мальта, слушайся. Заводим. Что это делаю? Давай я сделаю. Ну давай я сделаю, Аня. Можно, чтобы он... Да, конечно, конечно. Поменяйте броня, отдышитесь пока. Мальта. 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 Сидеть. 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 Молодец. Так. Лежать. Лежать, 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 лежать. Лежать, лежать, лежать. Лежать, лежать, лежать. Вот так. Молодец. Лежать, лежать. Лежать 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 Нет, не молодец Мальта Мальта Сидеть 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 Так, 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 лежать. Лежать, 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 лежать. Молодец, молодец. Лежать, 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 все, 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 молодец, 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 на. Хвалить и поддерживающие команды давать желательно, но вот такие постоянные лежать очень вредно для дрессировки, собака будет знать эту команду, как состоящую из трех-четырех повторов, поэтому все-таки один раз лежать, а потом уже давай, молодец, что-нибудь в этом роде. Лежать, лежать, тебе сказали, лежать, на, молодец, молодец, лежать. Можно двигаться дальше. Мальта, лежать, 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 молодец, молодец, дальше пойдем. Мальта, барьер, 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 мальта, барьер. Молодец, молодец, на. Обойти конус. Возьмите управление, пожалуйста, сейчас только что жена вас несколько раз сделала, обойди, просто нужно обойти конус, только без вас. Мальта, это команда, обойди, вы стоите, собака обходит. Барьер, мальта, нет, нет, барьер, 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 обойди. Хорошо. Мальта, сюда, сидеть, сидеть, сидеть. Хорошо. Лежать, лежать. 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 Андрей, вмешивайся, пожалуйста. Сидеть, сидеть. Мальта, 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 сидеть. Мальта, сидеть. Мальта, сидеть. Мальта, сидеть. Мальта, сидеть. Лежать. 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 Мальта, сидеть. Мальта, сидеть. Хорошо, хорошо. Чем меньше давление, тем лучше. На половичок, Амада, сидите. Хорошо. Хорошо. Так, ну давайте восьмерочку попробуем сделать. Обходы. Вы находитесь в середине. Знак бесконечности собак и начерти, да? Вот так вот восьмерочку пройдете. Хорошо? Давайте попробуем. Хорошо, вы в центре. Замечательно. Обойди. Вот, обойди. Хорошо, умничка. Еще раз, пожалуйста. Что? Большой кусок попался. А, большой. Ну и не страшно. Большой, большой. Обойди. Хорошо. Будет более ценное выполнение. Хорошо, да. Хорошо, вкусненькая дали. Замечательно. Сменили направление в обратную сторону. Восьмерочку делаем. Мальта, обойди. 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 Молодец. Обойди. Да, вот так. Замечательно. Еще разочек, пожалуйста. Мальта, обойди. Вот, давайте, давайте. Мальта. Обойди. Хорошо. Обойди. Умничка. Замечательно. Так, хорошо. Давайте в колечко попробуем поработать. Давайте попробуем прыг туда, прыг обратно. Давайте сейчас в пол. Чтобы просто было не страшно. Вот, умница. Да. И в обратную сторону. В обратную сторону. Мальта. Да. Идем, идем, идем. Вот так. Рука с той стороны, да, чтобы она могла выйти. Теперь немножко нагрузки, пожалуйста. Барьер. Барьер. Хорошо. Обратно, пожалуйста. Барьер. Ай, молодца. Хорошо, секунду. Очень хорошо. Смелая, вполне собака, щенок хороший. Мальта, сидеть. Сидеть, сидеть. Лежать, 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 лежать. Ладнее. Красиво. Так, давайте в барьерчики прыгнем. Зеленый, фиолетовый. Направляйте. Мальта. Угу. Мальта. Иди сюда. А вот эти птицы нас как отвлекают вообще. Барьер. Хорошо. Вот, хорошо. Да, 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 да. Дальше. Дальше. Давайте я иду не сразу, когда она прошла, а чуть-чуть погодя. Пусть она осознает, что прошла два барьера, а потом дали. Не торопитесь. Хорошо? Давайте обратно. Барьер. Вот. Молодец. Чисто. Барьер. Нет. Барьер. Вот. Замечательно. Хорошо. И еще раз в обратную сторону. Сорковая лошадка. Это старая. Так, давайте. Барьер. Да. Молодец. Так, дальше. Барьер. Молодец. Вот. Хорошо. На половичок сели. Замечательно. Так, есть идея. Вам отход за крестовой барьер. Зайдите, пожалуйста. Сидеть. Чуть-чуть средоточенность. Устала уже. Но ничего, сейчас чуть-чуть еще поработаем. Вот в этом режиме примерно нужно на прогулочке немножечко работать. По 5-10 минут, конечно, не так много, естественно. Но, по крайней мере. Только сидеть. Тебе что сказали? Сидеть. 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 Молодец. Молодец. Хорошо. Зашли за крестовый барьерчик, пожалуйста. Сидеть. Вот. Хорошо. Прямо перед ней встаньте. Вот здесь. Вот здесь прям. Не надо. Вот здесь прям встаньте. Вот сюда. Заведите. Хорошо. Сидеть. Сюда. Лицом в эту сторону, естественно, в том, что вы отойдете. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Вот для того, чтобы вы могли работать на дистанции, нужно какое-то препятствие, чтобы собака не могла до вас добраться до конца, да, чтобы у нее что-то останавливало. Поэтому команда сидеть, давайте поближе, чтобы вам было проще, еще пока она плохо работает на дистанции. Зайдите, пожалуйста, за крестовой и встаньте с этой стороны. Заведите. Нет. Нет. Сидеть. Поводок не бросайте, держите его в руке. Тогда у вас будет контроль. Вы прошли с этой стороны, встали. Вот. Вот так. Дай. Вот здесь. Дать. Может быть сверху. Вот здесь, смотрите. Вот, видите, вот здесь. Так. Вот здесь. Сидеть. Командой сидеть. Да, да, да. Чем меньше вы ее трогаете руками, тем лучше. Никакого давления. За кусочек, за... Вот. Вот то, что требуется. Замечательно. Молодец. Хорошо. Не надо было барьер, верните ее обратно, пожалуйста. Обратно на полвичок. Вы с этой стороны, собака, на полвичке садится. Сидеть. Нет. Куда сидеть? Сначала заведите ее на полвичок. И тут уже сидеть. Хорошо? Вот так. Сюда, пожалуйста. Карабинчик мягче за кусочек. Все за кусочек у нас. Сидеть. 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 Это фу. Это нельзя лапы вытирать об хозяйку. Да. Сидеть. Зашли за крестовой вы. Вот. Дышим. Дышим. Сидеть. Сидеть. Повторить. Дать кусок в нос. Вернуть. Сидеть. Ты хочу полвичку. Не вижу что. Сидеть. Вот так. Сидеть, сидеть. Все. Сидеть. 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 И отойди. Она будет сидеть. Ждать. Ждать. Сидеть. Сидеть. Ждать. Иди сюда, говорите? Не надо говорить. Нужно подойти к барьеру, и чтобы вы стояли здесь, а она сидела здесь. Больше ничего не надо. Смотрите, что мы с вами делаем. Ждать. Ждать. Что ж такое-то непослушное. Смотри, осторожнее. Ждать. Что мы с вами работаем в этой ситуации? Чтобы собака сидела, не подходила к вам, работала на дистанции. Постепенно дистанция будет увеличиваться. Вот собака будет сидеть. Мы получаем управление собакой на дистанции. То есть, когда она будет где-то гулять, играть, она запомнит на дистанции, она тоже слушается. Вот это очень важный момент. Поэтому, вот она сидит, вы здесь, да? Попробуйте ее положить с этого расстояния. Хотя бы. Ну, давайте попробуем. Смотрите, если вы укладываете ее все время сносили, давите вниз, то она вот так на дистанции никогда не ляжет. Нужно максимально за кусочек заводить ее без того, чтобы вы ее трогали. Тогда она будет работать на дистанции. Если вы все время усаживаете или укладываете ее давлением вниз, собака никогда не будет это делать сама. Зачем? Вы же ее и так надавите. Вот когда вы надавили, надавили, она садится. Поэтому все без контакта. Вот смотрите, сейчас посмотрим, если она есть такой корм. Да? Смотрите, подочек. Вот смотрите. Собака заинтересована в корме, да? И сконцентрирована на вас. Для того, чтобы ее посадить, не нужно на нее давить. Вот вы завели назад. Сидеть. Нет. Сидеть. Очень вкусный у нас кусочек. Сидеть. Да, молодец. Лежать. Видите? Не надо на нее наваливаться. Сидеть. Стоять. Вот собака все сделала сама. Видите? Никакого давления, ничего не надо на нее валиться сверху. Она идеально будет работать на дистанции, на свободе. После этого управления вы бросите поводок, собака будет абсолютно так же делать. Почему? Потому что она привыкла, что... Барьер. Хорошо. До конца. Развернись. Вот смотрите. Когда вы тянули ее на поводочке, вы приучали ее то, что нужно завести ее обязательно натяжением поводка. Поводок вот свободный. Максимальный делаем упор все-таки на лакомство. Щенок маленький, в еде заинтересован. Видите? Вот вы, например, вам нужно обойти барьер, да? Иди сюда, мальта. Вот смотрите. Вы раз. Отвели ее, да? Сюда привели. Совершенно ее не трогаем. Потом развернули. Вот. Все красиво, грациозно. Никакого давления. Ничего не надо. Села. Сидеть. Да? Молодец. Видите? Прекрасно. Собака слушается. Я говорю, вам очень повезло с психикой. Собака исключительно спокойная. Очень удобная для восприятия. Готова взаимодействовать. Сидеть. Сидеть. Да. Молодец. Лежать. Видите? Ничего не надо делать. Лежать. Хорошо. Мальта. Сидеть. Мальта. Сидеть. Хорошо. Мальта. Сидеть. Подожди. Вот. Сидеть. Нет, ближе. Ближе. Хорошо. Стоп. Хорошо. Ай, браво. Заходи. Вот, видите, мы завели на половичок, да? Сидеть. Она никуда не требует никакого насилия, да? Стоять. Вот она у вас стоит, да? Вот все три базовые команды она делает хорошо. Не надо никакого вот этого вот туда. Потому что у собаки сейчас очень хрупкие косточки. И если вы передавите на сустав, а она будет вот так упираться, вы можете сломать ей ножку. Выдавить сустав из сухожилия. Ну, то есть, вот, учитывайте это, пожалуйста, при дрессировке, да? Хорошо. Ну, давайте с вами посмотрим. Лапа она делает на бортик? Лапы знает команду? Сама два раза сделала. Лапы. Лапы. Давай, лезь. Вверх. Лапы. Лапы. Вверх. Давай, давай, давай. Сейчас увидите, что. Вот команда лапы. Вот хорошая команда, удобная. Значит, для чего она нужна? Во-первых, очень удобно чесать собаку, потому что не нагибаешься туда вниз. Когда чесать начнете, сразу поймете, как это удобно. Команда лапы. Вот она стоит. Вниз. Да, и снова команда лапы. Лапы. Лапы можно ставить на любые, так сказать, объекты на улице. Вот. Хорошо. Да. Вниз. Но не надо ставить на кровать, на диван, на стол. Вот это вот очень важный момент. Вы должны знать порядок. Ваши предметы мира, так сказать, внутреннего квартиры не должны быть с лапами, да? А на улице все можно. Лапы поставить и на парапет, какой-нибудь заваленное дерево или что-то в этом роде. Вот команда лапы, да? Очень хорошая, удобная команда для средоточения и контроля. Лапы. Да. Хорошо. Вот она стоит. Молодец. Хорошо. Спустилась. Смотрите. Дошла до половичка своего. Иди сюда. Сидеть. Вот не требуется никакого давления. Все она делать нельзя. Вот так. Все она делает добровольно, вполне самостоятельно. Очень мягкая в управлении собак. На чего нужен мне в руке поводок? Если вдруг появится кошка, собака, еще кто-то, вы откорректируете. Нет, нельзя остановка. То, что мы с вами говорили вначале. Поводок нужен для того, чтобы отконтролировать собаку. Лежать. Вот хорошо. Вот выедали. Да, молодец. Это лежать. Хорошо. Хорошо. Пойдем. Да. Понятно, да? Вот. Поэтому бережем здоровье собаки. Умничка. Держите. Позовите ее к себе. Малька, иди сюда. Да. Иди сюда. Да. Вот она прекрасно управляется. Достаточно в лайт-режиме. Поводок исключительный, чтобы она не уходила. Все остальное делаем без рук. Но кусочек на управление точечное. Вот в этом режиме нужно работать. Так, ну что. Давайте ее команда сидеть на полвичке. Чуть-чуть она еще у нас может поработать. Держится еще, да. Молодец. Давайте сами покажите. Нет. Обратите внимание. Значит, когда мы говорим команду сидеть, она садится. Вы даете ей кусочек, и вы должны удержать ее в этой позиции. Следить, чтобы она не вставала. Она должна сидеть там, как вы сказали. Если вы хотите уйти или прекратить это действие, скажите гуляй, иди свободно, что-то в этом роде. Если она, вы сказали сидеть, и она села, она должна сидеть в этой позиции. Это очень важно. Потому что если она сейчас встанет и уйдет, она привыкнет. Я сделала упражнение, встала, ушла. И она запомнит эту схему. В результате вы получаете собаку без выдержки совершенно. Вы сказали сидеть, отошли, и она побежала за вами. Она так привыкла. Понимаете? Поэтому, если собака села, вы дали ей кусочек, она уходит, вы должны ее откорректировать, вернуть. Нет, сидеть обратно. Хорошо? Вот в этом режиме. Это очень важный момент. Отследите, пожалуйста. Так, команда сидеть. Вы встали. Нет, команда сидеть. Команда сидеть. Поднимайте. Сидеть. Да, хорошо. Встали напротив. Сидеть. Вот, хорошо. Команда лежать без насилия. Давайте. Лежать. 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 Вот. Замечательно. Вот вам без насилия команда лежать. Хорошо. Команда сидеть. Кусочек в нос. Подняли. Да. Вот до 6-7 месяцев. Сидеть. Вот. Замечательно. Дайте. Хорошо. Теперь команда стоит чуть-чуть на себя. Она встает. Это команда стоять. Давайте. Стоять. Хорошо. Да. Теперь за кусочек. Сейчас покажу вам. Так сказать. С колечком. Как это должно происходить. Бросьте под очки. Смотрите. Вот у вас кусочек. Вы собаку заинтересовали. Да. В одной руке кусочек. В другой колечко. Да. Вот. Раз. Собака перешла. Давай. Вперед. Ай. Молодец. Хорошо. Дали кусочек. Вот в этом. Чем меньше управление поводком и рукой в контакт, тем лучше. Тогда собака будет всегда работать на свободе. Без поводка. Вот у нее опять есть интерес. Вперед. Да. Вперед. Хорошо. Обратно. Вперед. Давай. 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 Вперед. Молодец. Вот так вот. Если, например, она сейчас думает уйти, я наступила на поводок, она зафиксирована. Видите? Уже будет ограничение. Но при этом все мои руки свободны. Я могу с ней работать вполне себе нормально, даже не держа поводок. Хотя концептуально я могу сейчас ухватить его и держать вот так, например. Это тоже удобно. Но если у нас хорошая площадка, если я могу наступить на поводок, то совершенно не нужно лишнее отвлечение, потому что вы вся должна быть сконцентрирована на дрессировке. Молодец. Держи. Хорошо. Молодец. Ну и не забываем, конечно, гладить. Кусок не главное. Все равно собаку нужно гладить, ласкать. И вот такие движения вниз не делать. Потому что упор, понятно, да, сустав бережем. Собака рыхлая. Лабрадор рыхлая собака, да. Вот. И пока она не укрепится. То есть до года вы в зоне риска. Поэтому беречь ее суставы, косточки, связочки. Витамины не укрепляют связочки. Витамины дают общее развитие, усиливают все функции организма на рост. Для того, чтобы укреплять связки, нужны хондопротекторы. Но в вашем случае ничего этого не нужно, потому что собака здоровая и у нее хорошие ноги. То есть, если, например, она, не знаю, получит какую-то травму или что-то, тогда нужно будет ей добавлять хондопротекторы. Сейчас витаминов вполне достаточно. Хороший корм и витамины вполне достаточно. Хорошие ровные ноги у вас. Ничего не надо добавлять. Лишней химии тоже не нужно, да. То есть это вот этим, в этом лишь бы давать. На самом деле не надо. Витамины и хороший корм вполне достаточно. Чтобы укрепить суставы связки, нужно ходить с ней таким образом, чтобы она шла рысью. То есть, понимаете, да. Вот не шагом, как сейчас, например. Иди сюда. Мальта. Вот сейчас она идет, идем. Вот она идет шагом, да. Вот так это слишком медленно. Ей нужно больший темп. То есть мы должны с ней... Ой, где там ты? Вот так, смотрите. Мальта. Рысью. Вот. Вот это называется рысь. Вот так она идет. Если вы таким рысью хотя бы 70% времени на прогулки ходите, суставы связки будут укрепляться сами. Вот. Ну и, конечно, дача показана. Прекрасно. Там можно гулять, бегать, все, отпускать ее в этом режиме. Но в любом случае, если вы в лесу с ней гуляете, всегда обращайтесь к ней. Не то, что вы ушли и забыли на час, что она там с вами, да. Подозвали, сделали несколько прыжочков через сваленное там будет дерево какое-то, да. Какое-то обошли, какое-то дерево, обход, да, вот вместо конуса. Все это прекрасно. В природной среде полно системы препятствий. Находим их, выявляем и работаем с ними. Вот в этом режиме. Поэтому аккуратно. А парня с рулеткой или вот на сюда? Лучше на поводочке, потому что рулетка приучает собаку тянуть. Тянуть в любую сторону. Микродавление, которое дает пружина, всегда натягивает собаке ошейник. И собака понимает, я в одну сторону, ты в другую. И вот в этом режиме нежелательно. Лабрадоры здорово тянут, очень любят это дело. И чтобы этого не произошло, нужно обязательно провисший поводок и следить. Если натянула, подергали, нет, не тяни. Вот в этом режиме. И еще раз, у меня вопрос. Да. Прохожая прокомментировала, что она не так сидит. Она действительно не так сидит? Или они, в принципе, все лабрадоры так сидят? В смысле не так? Ну, там вот лапы. А, разъезжаются лапы? Она просто у вас очень гибкая. Она сидит так, просто в более расслабленном виде. Как только она постарше станет, она будет, ну, что-то более закостенела, и она будет более классически сидеть. Лабрадоры очень гибкие собаки, как они только не сидят. Вот. А когда она лежит, она еще может лапы назад отставлять. Это тоже неестественно, в принципе, для взрослой собаки. Но у вас щенок, поэтому для нее все абсолютно естественно. Вот сейчас носит классически, все у нее хорошо, правильно сидит. Но если она сильно расслабится, она настолько гибка, что она может расслабить мышцы, и у нее ноги развернутся пошире. Вот и все. Ничего в этом нет плохого или хорошего. Это норматив, вполне себе обычное дело. Но вот обратите внимание, чтобы лапы надавало две обязательно, да? Правую и левую. Амбрей, вторую дашь, вторую дашь, лапу, лапу, давай, 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 лапу. Ведь она же у меня опорная. Нет, вот эту, вот эту, дашь, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, давай, давай, давай. Ну вот так вот постукиванием берем, просто приучите. Давай, 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 давай. Вот эту лапу, 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 дай, 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 давай. Вот, хорошо. Ну, замечательно. Еще есть вопросы какие-то ко мне? Нет, больше нет. Замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok